Первое, с чего начинается занятие – изучение дороги, светофора и пешеходного перехода. Красный свет, что мы делаем на пешеходном переходе? Таим. Молодцы, а на зелёный? Идём. Когда теория закреплена, время для практики. Группа постарше надевает шлемы, светоотражающие жилеты, садится на велосипеды и изображает дорожное движение. Остальные – пешеходы. Должны перейти дорогу правильно. Во время эстафеты на самокатах, где нужно объезжать конусы, ребята учились правильно надевать шлем, наколенники и налокопники. Ситуация посложнее – опасные ловушки, слепые зоны, а также скорость реакции водителя детально рассматривались на специальном учебном столе. Раз, не волнуйтесь, два, три. Великолепно. Видите? Наш водитель не очень быстро среагировал. Лаборатория безопасности – уникальный комплекс, который предусматривает полное погружение детей в процесс, что особенно важно во время летних каникул. Зачастую дети думают, если они находятся на дворовой площадке, значит, они абсолютно защищены. На самом деле это не так, потому что не все водители соблюдают скоростной режим при движении на дворовой площадке. Иногда дети играют именно на проезжей части, которая возможна на дворовой площадке. И не всегда дети обращают внимание на стоящее препятствие в виде автомобилей. Не всегда обращают внимание на то, что машины включают задний ход. В летние каникулы у детей появляется много свободного времени. Нужен особый контроль со стороны родителей и воспитателей. Ребенку пересечь дорогу от детской площадки, допустим, к подъезду, минуя припаркованный транспорт, невозможно. Он в любом случае из любой зоны выйдет на данную дорогу из-за припаркованного транспорта. Именно эта причина в большинстве случаев и является главной при совершении наездов на детей во дворах. Госавтоинспекция напоминает о том, что нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Это залог безопасности водителей, пешеходов и пассажиров. Игорь Умаров, Александр Жучков, События Брянск.